риск о рисках инвестор должен подумать еще до того как он начал что-то покупать себе в портфель однако первый риск это не начать инвестировать вовсе положив деньги в банк потому что ну так ведь надежнее вы даже не спасете свои деньги от инфляции не бойтесь начинайте да в нашей стране низкий уровень финансовой грамотности и для многих понятия инвестиций и акции плотно ассоциируется с пирамидами казино и лохотроном поэтому не бойтесь начинать инвестировать в акции крупных компаний которыми вы сами пользуетесь через официальных брокеров с лицензиями еще один риск это сильная самоуверенность ведь инвестиции это просто скачал приложение и вуаля почти так же легко как и в ставках на спорт однако именно так относится к рынку большинство новичков напомню биржа денег не печатает и на другом конце монитора сидит человек который относится к инвестициям как бизнесу и его работа ваши деньги отобрать поэтому главный риск на бирже это думать что ты самый умный но это риски психологические реальные риски зависит от инструмента облигации инструмент с низким риском однако и на нем можно потерять деньги например если компания не выплатит купон и лимитета банкротится то ваша облигация обесценится компании имитент облигации делятся по рейтингам платежеспособности чем выше рейтинг тем ниже доходность соответственно где выше риск тем выше доходность далее акции это инструмент с повышенным риском как вы знаете акции имеет свойство не только расти но и падать акции падают в двух случаях или у компании все плохо с бизнесом или в экономике происходит форс-мажор если от форс-мажоров никто не застрахован то бизнес компании вполне можно попробовать оценить и если на растущем рынке ваши акции падают значит анализ был сделан неправильно с этим связан еще один риск инвестиции по чужим сигналам к этим вещам нужно относиться очень осторожно если вы видите канал который просто показывает вам точки входа-выхода без того что человек сам заходит свои сделки то скорее всего эта информация ничего не стоит если рынок растущий и ваши акции растут это замечательно но когда акции начнут падать вы не будете знать что делать ведь на вопрос а почему ты вообще эти акции купил вы ответите ну потому что какой-то блогер посоветовал у акции есть одно преимущество время так как акции вещь бессрочная то форс-мажоры на рынках можно переждать то есть пересидеть во время пандемии 20 года акции падали широким фронтом и хорошие и плохие и те кто на панике покупал заработал неплохие деньги конечно сложные времена могут затянуться и в акциях придется сидеть долго однако терпение вознаграждается и чтобы получить прибыль в разные погодные условия портфель должен быть диверсифицирован но не все инструменты фондового рынка можно держать вечно деривативы инструменты срочного рынка срочного от слова срок то есть у них есть ограниченное время торговли на бирже к деривативам относятся фьючерсы и опционы как мы уже говорили в предыдущих уроках грамотный инвестор использует эти инструменты как страховку они как объект для торговли дело в том что фьючерсы обладают встроенным кредитом или плечом чем дольше вы удерживаете фьючерс тем дольше в этот кредит выплачиваете плечо дает вам возможность торговать на большую сумму чем у вас есть денег также фьючерс привязан к базовому активу например есть курс доллара и есть на него фьючерс отличие между ними таково что если базовый актив растет на 1 процент то фьючерс растет на 6 почему мы это рассказываем в уроке про риски дело в том что это работает и в обратную сторону если базовый актив падает на процент то ваш фьючерс падает на 6 и не забывайте что при любом раскладе вы еще заплатите кредит за использование плеча есть еще один важный риск связанный с фьючерсами если на акциях вы можете потерять деньги до нуля только в случае если компания банкротится то на фьючерсах и опционах вы потеряете все тогда когда они перестанут торговаться напомним у деривативов ограниченный срок торговли на бирже то есть произойдет экспирация они бывают недельные месячные квартальные более того вы не просто можете потерять все вы можете уйти в минус то есть если вы купили фьючерс на акцию и она начинает падать скажем на 20 процентов то фьючерс упадет на 120 процентов а значит вы еще должны будете доплатить брокеру 20 процентов из собственных средств далее риск заключается в банкротстве самого брокера да такое случается однако с вашими акциями ничего не произойдет дело в том что акция это доля в бизнесе а значит имущество брокер просто принимает ваше имущество на хранение и оказывает услуги по покупке и продаже другого имущества у других участников рынка ваши акции хранятся в нрд национальном расчетном депозитарии по простому в архиве если с брокером что-то случится вы просто переводите свои акции к другому брокеру и продолжаете инвестировать какие могут быть подводные камни чтобы быть спокойным необходимо хотя бы раз в полгода брать отчет у брокера где выписаны все ваши акции которыми вы владеете и в случае какой-то проблемы вы идете к другому брокеру и просите перевести ваши акции к нему если по какой-то причине брокер не может или не хочет предоставлять вам брокерский отчет то знайте вы имеете дело с мошенником и надо как можно скорее уносить оттуда ноги чтобы иметь дело с качественным брокером сначала проверьте у них наличие лицензии и не на сайте брокера а на сайте центробанка где указаны все брокерские компании имеющие лицензии на ведение брокерской деятельности и если вашего брокера нет лицензионном списке уносите ноги первым звонком для выявления некачественного брокера то есть мошенника это сообщение вам что он возьмет ваши деньги сам все купит заработать и вернет вам с процентами если вы такое слышите знаете перед вами мошенник в сегодняшней ситуации существуют еще инфраструктурные риски риск наложения санкций на банки и брокеров и бирж 2023 год дал нам всем хорошо понять что диверсификацию нужно делать не только по классам активов но и по брокерам открывайте несколько счетов под разные портфели если есть возможность то открывайте счета за границей так вы сможете обезопасить себя и снизить риски для вашего портфеля